Привет, маководы! Я Лёха Макликбес и случилось главное софтверное событие года для всех пользователей компьютеров Mac. Вышла новая версия macOS Big Sur и в сегодняшнем обзоре я вам расскажу, что там нового. Прежде чем начинать, хотелось бы сделать очень важное предупреждение. Лично я не рекомендовал бы вам устанавливать новое мажорное обновление операционной системы, особенно если ваш компьютер является рабочим инструментом. В системе присутствует довольно большое количество разных багов, но самое главное, что не все программные продукты адекватно работают с новой системой и не все еще обновились. Поэтому я не рекомендую устанавливать новые мажорные апдейты в первые месяцы, а уж тем более дни с момента релиза. Но судя по тому, что в момент релиза успешно были положены сервера Apple, то желающих установить эту систему довольно много. Прежде всего давайте поговорим о том, на какие компьютеры можно обновить систему macOS Big Sur. На экране сейчас представлен список компьютеров, начиная от которых вы сможете установить эту версию, либо обновить вашу существующую. Обращаю ваше внимание, что система требует довольно большого количества свободного места просто для обновления. Если у вас macOS 1012 Sierra и более новее, то это 35 с половиной гигабайт. Если более ранняя система, то там потребуется около 45 гигабайт. Будьте внимательны, это довольно важно. Для того, чтобы обновить систему, если у вас установлено 1014 Mojave, либо более новая, вы можете просто зайти в системные настройки, в обновление, там вам будет предложено установить новую операционную систему. Если же у вас более ранняя система, начиная с 10.9, вы можете загрузить необходимый апдейт через App Store. И даже если на главный App Store не будет представлен нужный вам macOS Big Sur, через поиск вы его всегда сможете найти. Загрузить его и установить таким образом. После того, как вы установите систему, она будет выглядеть примерно так. Любопытно, что Apple ушли от старой нумерации десятых систем, и macOS Big Sur гордо носит номер 1101 в релизной версии. Первое, что, разумеется, будет бросаться вам в глаза, и то, что, наверное, большинство зацепит на новой системе, это то, что система немного редизайнулась. Чем дольше ей пользуешься, тем понимаешь, что на самом деле достаточно сильно, но все это лишь косметика, основные элементы управления остались по-прежнему. Мы видим обновленную панель DOC, в ней мы видим огромное количество новых иконок, точнее программы старые, а вот иконки у них новые. Все это выглядит как минимум непривычно, но думаю, что мы достаточно быстро адаптируемся к этому изменению, и в скором времени уже не будем обращать внимание на это. Меню бар и статус бар остались примерно такими же, но все расстояния между элементами увеличены. В статус баре немножко перетасованы иконки, и вместо привычных некоторых иконок, типа иконки Bluetooth, пиктограммы отображения текущей громкости, у нас теперь есть центр управления, прямо как в iOS. Здесь вы можете получить доступ к Wi-Fi, Bluetooth, AirDrop, установки режима не беспокоить, регулировки яркости клавиш, и это важно, потому что в новых MacBook с процессорами Apple Silicon M1 на клавиатуре больше нету сочетания регулировки яркости подсветки клавиатуры. Настройки повтора экрана, регулировка яркости дисплея, регулировка громкости звука и включение AirPlay, а также управление музыкальным плеером. В частности, он мне предлагает использовать Apple Music. Давайте не будем уходить от этого момента слишком далеко, и перейдя в системные настройки, мы, конечно же, увидим обновленное представление некоторых иконок. Значок уведомления меня лично совершенно вымораживает, но думаю, что им виднее. Мы можем перейти в пункт меню строка меню и DOC. Здесь, помимо достаточно стандартных настроек панели DOC, появились настройки пункта управления. Так мы можем настроить разные компоненты. Например, если я все-таки хочу, чтобы Bluetooth отображался отдельно, а не в пункте управления, я должен поставить здесь галочку, и он у меня отобразится более стандартно. Пожалуй, вы любой из элементов пункта управления можете перенести отдельно в статус баре. Здесь же, кстати, вы можете установить отображение процентов аккумулятора. Они вот так вот хитро запрятали не в пульт аккумулятора системных настроек, а вот в этом разделе настроек. Согласно веянию времени, изменились и виджеты. Теперь для их вызова нет отдельной кнопки, но есть возможность кликнуть просто по дате и времени, и появляются обновленные виджеты. Мы можем их изменить, и примерно так же, как в iOS и iPadOS 14, мы можем некоторые виджеты кастомизировать в разных размерах. То есть, например, если мне нужны заметки, я могу выбрать маленькие, средние и большие, и добавить их таким образом. Могу их перемещать местами, ненужные удалять через пиктограмму минус, и таким образом настраивать панель виджетов. Прямо здесь, над верхними виджетами будут появляться уведомления, они теперь группируются по типу, и в целом работают точно так же, как на мобильных платформах. В целом дизайн окон стандартных приложений и не только стал более закругленный, и между различными пунктами меню появилось больше воздуха. То ли Apple хочет нас подвести к выпуску компьютеров Mac с сенсорными экранами, то ли просто хотят подвязать все к единому дизайн-коду. В любом случае, первое время это выглядит очень необычно, и кажется, что ты действительно пользуешься какой-то новой системой, хотя все те же кнопки и меню остались либо на своих местах, либо изменились незначительно и просто изменили свой вид отображения иконок. Во время перечисления нововведений новой версии операционной системы, Apple большое внимание уделили обновлению Safari. Браузер также выглядит обновленным с точки зрения внешнего вида, все его иконочки, менюшки и так далее, они обновлены. Сразу же бросается новый вид начальной страницы, который кастомизируется. В нижнем правом углу есть кнопка настроек, в которой вы можете включить или выключить нужные вам разделы. Как мы видим, здесь есть раздел «Избранное», часто посещаемое, отчеты о конфиденциальности, список для чтения. Помимо всего прочего, будут еще появляться предложения Siri в тот момент, когда вы будете работать с браузером дольше. Как вы видите, можно выбрать фоновую картинку для начального экрана, например, такую или такую. Это все, естественно, мы уже видели в других браузерах, но приятно, что Apple нас не забывает и тут. Отдельно хочется отметить работу вкладок. Во-первых, мы очень давно ждали, что Apple добавит отображение пиктограммы самого веб-сайта прямо на самих вкладках рядом с их названием. Во-вторых, теперь существует предпросмотр вкладки. Сейчас у меня открыт мой сайт, но я могу подвести курсор к другой вкладке и у меня откроется миниатюра предпросмотр. Важно, что этот предпросмотр показывает мне не просто формально главную страницу, а именно то место, на котором я остановился в прошлый раз, используя эту вкладку. То есть, смотрите, я возвращаюсь на другую вкладку, подвожу и мне показывает именно то место, где я был. Это очень удобно в работе. Плюс теперь вкладки ведут себя более подобно, например, браузеру Chrome, когда их открыто большое количество, отображаются они все, а не происходит прокрутка. Мне кажется, такой подход более удобным. Давно ждал, чтобы такое появилось именно в Safari. Появился так называемый отчет о конфиденциальность. Иконка со счетом слева от строки ввода адреса показывает то количество трекеров, которые отслеживают нас прямо сейчас. То есть, Apple такие молодцы, что у них на сайте нет никаких трекеров, а, например, на сайте Google есть один заблокированный трекер. Обычно это трекеры сбора статистики для того, чтобы нам потом предлагать больше рекламы и которая потом преследует нас по пятам. Поэтому не вижу ничего плохого в том, что Apple заботится о таком моменте нашей безопасности. Прямо в Safari добавлен встроенный переводчик. Я, например, открыл немецкий сайт Amazon. В адресной строке справа у меня появилась иконка. Если я ее нажимаю, мне предлагается перевести по умолчанию на русский, английский или какие-то другие языки. Например, я попробую перевести сайт на русский. Мне предлагается включить перевод. Страница перезагружается и прямо на лету переводит этот сайт. Не слишком качественно, но это присуще любым автоматическим машинным переводам. В целом, это все равно лучше, чем ничего. Помимо всего прочего, Apple обещает, что этот браузер будет самый быстрый и самый энергоэффективный. Он будет экономить аккумулятор, работать быстрее других. Я считаю, что это, как обычно, преувеличенный маркетинг, но в целом, если браузер станет работать, как минимум, не хуже, чем его предыдущая версия, то это все будет неплохо. Отдельная большая радость пользователей Apple в этом сезоне обновлений, это то, что Apple наконец договорились с Google относительно их кодека для воспроизведения 4К. Теперь в браузере Safari в Big Sur, а также в приложениях на iPad, iPhone и в Apple TV работают 4К видео в YouTube. К сожалению, текущий мой монитор и мой компьютер не позволяют отображать это качество, но я проверял на MacBook Pro 15 2018 года, и там все отлично позволяло включить 4К, отображалось, все было классно, здорово и замечательно. Дальше, на самом деле, всяческие мелочи. В целом, кроме обновления дизайна самой системы и добавления функционалов Safari, крупных обновлений в системе особенно больше и нет. В обновленных системных настройках пульт экономии энергии теперь называется аккумулятор, и в нем, помимо стандартных настроек сохранения энергии для аккумулятора и при компьютере, который подключен к сетевому адаптеру, есть еще и пункт истории использования, в котором, как и опять-таки в мобильных версиях, мы можем посмотреть, как разряжался наш компьютер за последние 24 часа и 10 дней. А в пункте аккумулятор для более свежих компьютеров Mac, у меня, к сожалению, не такой, вы сможете настроить эффективную зарядку компьютера, это аналог с мобильных платформ, при котором, если вы заряжаете компьютер, например, всю ночь, то он будет заряжаться до 80%, а далее остальные 20 заряжать медленно для того, чтобы сохранить эффективный объем аккумулятора на более долгий срок. Если вы используете встроенное приложение Message и используете протокол iMessage, то для вас в приложении сообщения на компьютере Mac добавили все те фишки, которые также добавлены этой осенью в iOS и iPadOS. То есть, вы теперь можете создавать групповые чаты, а также появилась так называемая цепочка ответов, когда ты отвечаешь на какое-то из сообщений и прямо видно, на какой именно идет ответ. Я лично не использую на постоянной основе сообщения от Apple, предпочитаю больше Telegram, в котором, кстати, вы сможете, если что, вступить в наш теплый ламповый чатик. Например, меня давно раздражает, что нельзя редактировать сообщения и надеюсь, что когда-то этот функционал появится. В обновленном App Store нам обещают, что на странице каждого приложения будет указываться, каким разделом конфиденциальности будет возможность получить у этого конкретного приложения. Пока, к сожалению, это не работает. Добавлено будет, видимо, позже. Я не ставлю своей задачей охватить каждой из мельчайших нововведений, которые есть по всей системе. То есть, новые инструменты ретуши в приложении фото, какие-то изменения в приложениях карты, если кто-то им, конечно же, пользуется, особенно в России. Отмечу лишь несколько моментов. Во-первых, Big Sur теперь умеет, как и мобильные платформы, на лету переключаться между AirPods второго поколения, а также AirPods Pro. Это очень классная функция, мне ее реально не хватало в момент, когда были выпущены первые AirPods. Также очень интересный момент, что компьютеры Mac, выпущенные с 2016 года и позднее, которые лишились стандартного и классического звуковключения. После обновления на Big Sur у этих компьютеров тоже появится звук включения, как и на старых. Apple еще раз доказывает, что нужно сначала у людей что-то забрать, а потом им это торжественно вернуть. Вот такой вот получился обзор, надеюсь, не слишком сумбурный. Напишите, какими из новых нововведений вы действительно пользуетесь, какие из них вам нравятся, какие не нравятся, и, возможно, я о чем-то забыл рассказать, о чем-то важном, что будет интересно другим зрителям канала. Вот, пожалуй, и все, что можно перечислить из крупных обновлений операционной системы macOS Big Sur. Мое мнение, что пока ради этих конкретных обновлений можно было бы и не торопиться и дождаться, пока систему как минимум допилят, а основные крупные софтверные игроки рынка допилят обновления своих программных пакетов, чтобы все работало хорошо. Пишите ваше мнение о новой компьютерной операционке Apple в комментариях. Если вам понравился ролик, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если здесь впервые, вступайте в наш паблик ВКонтакте, в теплый ламповый чатик в Телеграме, а также слушайте наши подкасты. Все ссылки есть в описании. Всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok